здравствуйте находимся на закончили рассказ о гидеоне мы читаем историю его сыновей да 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 сына вернее которую убил всех остальных до который убил всех остальных кроме одного маленького козленка который спрятался под кроватью да и значит вот он говорили в мэллах поэллах оленелых бен юруба шхема пошел в схем и ах и ему это мечтали братьям матери своей говорил всему племени отца с матери своей сказал внушите всем жителям шхемского что лучше для вас чтобы видели владели вами все 70 сынов и рыбаловых или чтобы владел один и вспомните что я плоть ваша и братья-матери его внушили о нем все сии слова жителям шхемским и склонилась сердце их козлено хуй бы говорили о нём брата и далее мы семьдесят сиклей из дома балбрид вот интересно что здесь называется балбрид но в конце глагол он там называется эльбри то есть господин завета там он бог завета в общем такая интересная фигура которые поклоняются в схеме кто поклоняется мы не знаем мы не понимаем но прошла я говорил что в общем из текста не очень-то понятно кто эти господа шхема может это горожане шхемские может какие-нибудь управители и кто живет в схеме живут ли там ханане или израильтяне или это нерелевантно может здесь и другие в общем это есть все это я непонятно живут какие-то люди которые поклоняются какому-то богу которые похожи все-таки не я хотя такое дает имя бог завета или господин завета вот то есть одно из двух ну разумеется оттенка сколько угодно но можно представить себе два таких грубых варианта с того что мы представляем себе израиль того времени что это мог быть хананейский город а вокруг него где-то на горах чем сам по себе тоже не низко находится расположены какие-то поселения израильтян и они в каких-то сложных отношениях находится но в дальнейшем мы сейчас увидим войну которую ведет или малых и опять же не очень понятно какой степени те с кем он бою и те кто за него вы звука это вообще израильтян или вообще с чем другой народ песню насколько насколько ханане и были другим народ то есть вот какое-то общее ощущение то что там происходит она очень древние с ним нет ощущения израиля всего идеологии единобожие или чем бы не было такого а есть какие-то какой-то город видимо город который управляет какой-то круга вокруг него и какое отношение имеют потомки гидеона к этому городу тоже не ясно другой стороны нам не очень ясно такой был гидеон каких-то более древних древних основаниях и легенды которые нашла до нас может он вообще был тоже из этой команды а потом израильтяние адаптировали местными ну это общем достаточно все непонятно но в любом случае вы видели что гидеон тоже его война которая описывается как война очень легкая который господь воюет за израиль однако же там были какие-то битвы которые не описаны которых погибли его родственники то есть есть какая-то более широкая более полная версия которая до нас не дошла не дошла скорее всего потому что она не удовлетворяла идеологии составить они взяли его имя взяли какие-то из его подвигов и сочинили о нем вот такую красивую легенду о том что он воюет им господа и повсюду все время побеждает собственно говоря больше ничем о нем не знаю а вот а вот и малых и братья и 77 сыновей не рубали то какая-то история даже более богатым сейчас его прочтем и так значит они дали ему 70 шекелей на непонятно чего 670 чего-то но скорее всего до 70 серебра из дома бал прита и обнимал их на него праздник и своевольных людей как здесь переводят а мы это видели что скорее вооруженные по хозяин такие резкие и вооруженные люди которые пошли за ним тоже интересно откуда берутся эти люди мы потом видим аналогичных людей в шайке давида когда он убегает от шауле и там южных пустынях или степях не худые он там собрал какую-то шайку они там занимаются рэкетом такие вот люди значит они вооруженные люди которые там что-то такое делают данном случае он пришел в дом своего отца в офру то есть иначе говоря но по крайней мере видим что что гидеон и видимо его сыновья они если чем-то и царствуют и управляют так из оффрой они из шхем является ли шхем вассалом оффра является ли оффра вассалом шхем все непонятно но вы видели только что что согласно этой версии который мы читаем обсуждает обималок с жителями или господами схема кого они хотят себе хозяева его 1 или 70 его братьев то есть то ли есть какая-то подчиненность схема оффре то ли оффра собирается навязать схему свою свое господство это здесь не описывается и он пришел и убил семьи сынов и рвала в их на одном к выражении одном камня накажется что на что он их как овец при приносил в жертву на этом камне резал их как животных на жертве чему на одном к они вообще не сопротивлялись никак их связали всех 70 человек большое число до остался только и сам ю ю ю там младший сын и рвала в который потому что скрылся то есть тут какие-то скрываются как этот сам ютан младший сын и рвала скрываются от нас какие-то элементы сюжета какие-то древние истории о том как там 70 кого-то принесли в жертву человеческое житоприношение фактически до на камнями всех убивают почему так происходит что там такое просто непонятно но увидим что в этом рассказе есть некоторые элементы сюжета например из книги берешит вдруг появляется откуда ни возьмись появляется никто иной как шхем и его отец хамор хамор и его сын шхем который там фигурирует в истории с день то есть мы видим что рассказ он более-менее нормально для древнего для древней легенды он может собирать себя героев из очень разных эпох с другой стороны мы не знаем какой степени эти самые персонажи эти хамор и его сын шхем по имени которого видим разом город они жили во времена якова или мостами на прочую мелых а она вообще никогда не жили а были символическими фигурами города это все очень интересно узнать вам интересно что вот помимо стилистического сходства сходство языка с некоторыми частями книги берешит ну в основном с языком источников джей и и мы здесь видим также какие-то даже сюжеты переплетающиеся вот и так значит они мы с вами находимся где-то здесь закончили до в сфу собрались кольба алейш хэм выхоль бейт мило вы илху вы ямлиху это вимелах они собрались и карнавале тут нет понятия карман кара нации очень уверен что у них вообще были короны земле своем лиху даты сделали королем вимелаха сделали его царю король королем им алон муца в ашер бешхем но да какой то есть там дуб который выше схеме там было какое-то дерево под которым яков возле схема закапывал своих богов но не свои богов приказал заказать за какой терафим башков всех кто был с ним его жён там и рабов и так далее вроде бы они в схеме но что такое шлем вообще не очень понятно потому что вы здесь есть мило иерусалиме тоже было мило мило это видимо насыпная часть города как бы выглядит так что есть болезнь и и вся какая-то горхова расширение схема выбирает на это мило это какой-то какая-то насыпь какая-то часть дополнительная города а в конце мы этой истории мы еще увидим что там есть еще мигдаль шлем то есть есть шлем есть мило и есть мигдаль шлем являются ли они все одним городом или это три разных района или три даже разных города нечто да в общем они там все пошли и его значит карнаваль ни с того ни с сего да это теле интриги семейные интриги в доме гидеон не очень все это понятно ну вот то есть это было бы очень даже понятно например если бы и руковал был вообще не таким еврейским героем израильским героем а местным хананейским царем на что вообще намекает его беседа с этими с медианскими царями которые сказали что те которых мы убили они были как как лицо царя не были похожими к не относится гидрона как царю наш текста всячески подчеркивает что он не был до этого царем и после этого оказался стать царем насколько его не просили буквально как цезарь борис галлинов борис галлинов согласился статьи вот то есть здесь есть два варианта проглядывают туман на один вариант что израильский герой который не захотел стать царем потому что царем должен быть столько господь и причем это очень интересно читать в сборнике как он является книга книга судей который через каждый через парус каждый раз через пару сюжет и сообщает нам груз с грустным голосом в то время не было царя над израилем и каждое дело что хотел то есть это в общем-то монархические но рассказ однако ли который его вошел как довольно часто он противоречит основной идеологии этого раска ну этого сборника то есть религиозная идеология сборника она безусловно идти может быть возникли никаких вопросов мы поклоняемся я бы я бы нас спасает мы уклоняемся термина составляют и после этого нас на цепок и я бы нас опять спасать это все очень комарно темы избрания царя и подчинение царю то здесь вот по-разному это все будет с одной стороны редактор говорит как хорошо когда есть царь с другой стороны где-то он говорит что никаких царей не должно быть царит на монетаже хананеев а у нас царей подчиняется только господу пока демократический народ интересно да что потом когда игре рассеялись по миру то общем-ка вот эта точка зрения существовало в изгнании и в течение многих веков под разными предлогами раввины удерживали возвращаться в израиль и создавать снова свой царство и первый реальный опыт снова создания царства в эту которую мы сейчас находимся на после римской империи когда они зачаровались есть такое демократическое свободолюбило видимо нашим в наших генах и это как-то возвращалась самый интересный по этому поводу и что происходит в книге шмуэль где шмуэль объясняется на нем из ралли как плохо сделать что они хотят царя они говорят пусть это все на нас упадет но мы хотим царя это вот сразу пусть у нас все упадет в этой книге тоже встречаюсь пару раз а потом оказывается евангелие где значит понти пилат говорит я умываю руки кровь его на вас и они говорят кровь его на нас на наших детей буквально вот такого рода так сильно хотим на что-то сделать даже из нас предупреждаю что будет потом плохо мы все равно хотим это сделать вот эта тема царства здесь вот у нас ситуация вдруг оказывается что вот он он отказался от того чтобы царем и друг а в милах оказывается царем его сын убив для этого всех своих братьев поскольку убийство там 70 братьев на одном камне понятно что 70 братьев непонятно включая себя милах включают себя и там или нет непонятно значит соответственно просто 70 число такое растяжимое отделен от 68 до 72 он их там зарезал то есть в этом что-то странное очень есть явно какая-то ритуальная вещь но ритуальность исчезла она превращается в политическое убийство надувает свои братья потому что они хотят быть царями схема за предыдущей истории мы видели что это вряд ли могло быть завещание беда вот и они его поставили у дуба буду в схеме вот на несколько не очень понятно здесь он как бы тут сказано олон муца установлены дуб может это вообще не дух совсем может это скульптура какой-нибудь стол почему муца ну в общем вот так называется он здесь алан муца мы видим здесь некоторое количество разных артефактов религиозности и и политической жизни которые нам не очень хорошо понятно вот то есть они начали пошли около этого волна теперь насчет интересно что чем находится возле двух гор принципе шлем так расположен что очевидно по каким-то очень древним представлением он должен был быть главным городом израиля не там шамрон не иерусалим и байтель а именно шхем во первых мы видим историю про якова который сыновья которого захватывают шхем какой-то очень странная история с изнасилованием дин и так далее может это объяснение почему они захватили потом увидим на пола который завещает шхем иосифу его потомкам говорят что вот у него отдельный есть еще такой схем там который он захватил своим луком и мечом конечно давайте рассказываем они не очень с собой не очень сочетаются потому что в одном случае дети захватили его хулиганством и он был против этого это как-то выглядит скорее как более позднее как более поздняя редакция когда уже мы хотим сказать что мы вообще не захватчики вы а если вы захватили шхем это получилось потому что вот изнасиловали наши дочери мы вынуждены были отреагировать и даже на это наш отец отреагировал негативно видимо более древний текст в завещании когда он завещает шхем который он захватил свои собственные длани чем находится между двух гор между горой эйвань и резин рог резин знаменита тем что более поздние времена там она сохранила свое священное значение и сегодня там центр культа шамронил самарийский культ где до сих пор приносит жертвы но вторе есть сюжет в котором они приходят когда они приходят ракторе говорит когда вы придете землю израиля вы пойдете станете между горами грязин и его и напишите там проклятие и благословение на камнях на 12 камнях нас здесь из крижали на 12 камней ради скрижали знают просто все пройдет продаваться ко мне знает мало кто хотя очень там все очень даже прямо скажем описано очень серьезно они приходят землю израиля где-нибудь там пусть и недалеко а в своей собственной земле в ее середине на эти двух горах значит часть народа становится на горе и вальчат на горе грязи и произносится благословение и прокляция то есть если вы будете делать то то вам будут благословения не будете делать вам проклятие можно потом прочесть они проклятит интересное сочетание с этим сюжетом и чем находится в самом центре самом святом месте и гора грязи продолжала быть святой горой когда в русале прекратились жертвоприношения на веке а там они продолжали до сегодняшнего дня то есть эта гора грязи мы точно серьезное место а вот правда в этом рассказе начать поднялся сейчас мы увидим то есть чем он с этим согласны это не то что моя какая-то вот сейчас телега это об этом говорят исследователи что шхем это была традиция что шхем это столица и дарм все всеми начать вот как бы книги нашу обмену я шобин он он установил свою столицу в шхеме захватил и за и мы видим что действительно путешествие иакова но значительной степени фокусируется на шхеме когда он возвращается он там около этого дуба или другого дуба совершает захоронение своих чертов богов и так далее здесь может быть в изначальном каком-то варианте когда какой-то древний наш просьбе циаков еще не был я христом он наоборот около этого дуба поклонялся богу этого дуба но а в дальнейшем надо было сохранить и встречу его с дубом и он там набор отделался от чужих богов в этом месте вот и так значит вот они на 4 короновали из того ни сего и непонятно зачем в ягиду ли и там военных в ям от берешь аргизе я сейчас не очень помню мы потом это посмотрим какая здоровья была горой проклятия какая горой благословения было им ли его аль эйваль горой благословения а грязин горой проклятия вот он стоит на одной из тех гор на которых стояли левиты они там разделились на две части кажется это прочтем для освежения памяти при истории и они произносили эти благословения эти проклятия 12 10-12 они не совпадают вниз одним из вариантов 10 заповедей но они близки они тоже излагают некоторую концепцию религии в ягиду ли там боялых моя мод дорож аргизин вы и сакула вы икра да возвесил голос свой и воскричал моем орла гэм шим у алай шим у алай баалей шхен ваишма алейхом элогим но слово элогим здесь указывает на то что авторы окончательно текста не были уверены какой какой бог должен быть здесь упомянуты они упоминают мы поставили абстрактного голов холл ху хаи цин лим шах олег милых пошли никогда деревья помазать над собой царя эти здесь царя его не не коронует бумагу помазать вы умру глаза и глуха ну млуха тут на пирма молоха и не пониже к молоха ну читать надо молка алейну то есть царстве над нами нас линия не сказали двоем и лагем газаить ах и дольте нет их дольте это дешний ашербе оставлю ли я масло моё жир мой который во мне почитают люди и боги а тут переводит которым чествует богов и людей но мне кажется мой период более точно не я думаю что это именно переводить которая во мне честно жалуют боги и люди в халлахте лануа аль ой цин��ю не переводят скитаться или свой овер своей haben это более точно раскачиваться лануа двигаться двигаться значит там раскачиваться скитаться по дереве по деревам я думаю что будет точно перевод раскачивается над деревьями двигаться над делей ли что делает царь он там где-то раскачивается. А у меня есть дело. Я не буду этим заменять. Ваём руга и цим ле тэйна. Смаковница, они сказали то же самое. Лихи ад молхи алейну. Ватомар лагем га тэйна хэдальти эт матки. Закончили я свою сладость прикончили я свою сладость вэт снувати и мой плод готова урожай, да, тнува? Мой замечательный урожай бэгалах тэйна нуа аль га цим и пойду я двигаться над деревьями. Ваём ру га цим лагэфин сказали деревья виноградной лозе. лихи ад молхи алейну. Ватомар лагем га гэфин гэ хэдальти такой интересный, интересная голосовка гэ хо даль гэ хо дальти гэ хэдальти гэ хэдальти это тироши свой виноградный сок гэ хэ 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 х повторено три раза чтобы она приобрела завершенный характер все хорошие деревья отказываются быть сыром потому что им есть чем заняться нет есть своя собственная благостная природа которую они боятся потерять если они там станут заниматься делаем в ее муру коль хай цин эль хаатет эль хаатат терновнику здесь переводится терновник здесь проводится это брам был ночью какой-то колючие противное что-то лех лех а то млахали иди ты царствует над нами писали когда они убедили что хорошие деревья водовые деревья не хотят ну ты довольно интересно да вот например почему нету почему они не обращаются к кедру ливанскому признан признанному царю деревьев но в общем кедр не участвует тут участвуют исключительно как бы полезные деревья накиды конечно тоже страшно полезное дерево тут нет слов но почему-то кедр не вошел кампанию именно потому что он него очевидно уже есть этот титул как у льва царя зверей так и у кедра царя растений он еще здесь вот как бы это они обходят страну байомр гаатат и сказал терновник эль гаицин деревьям им бмк от м мошхим ути лимелых али хэм если был по-настоящему меня воистине меня помазываете царем над собой бога особый цель бы цели покойте приходите и покойтесь моей тени то есть прячьтесь моей тени чего-то довольно таки смешно потому что терновник маленькое дерево и там довольно трудно с одной стороны может не обязательно имеется ввиду потому что например виноград вообще ли она да и в общем все эти деревья не очень потому что ты не терновник ночман говорит что вы приходите все под мою тень вы им а айн а если нет т.ц. эш мин хатан выйдет огонь из терновника в это хель от арзе и халивана самые большие мощные деревья значит появляется ливанский кедр он их сожжет то есть все понятно да как ким какое отношение к власти только 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 непорядочные и никудышные хотят власть властвовать и если люди покоряются этими непорядочными никудышным то они превращаются в диких страшных ужасных тиранов не они в этом смысле я не я думаю что смысл в том что что власть центральная власть она по определению нехороша человек которых который ему есть чем заниматься во власть не пойдет и поскольку он человек плохой то возникнет конфликт и он всех уничтожит дальше он говорит на этом он не закончился свою это была его притча притча мы точно довольно интересно насколько это ночью проживает впечатление такой довольно израильской притчи потому что хана не у него ли царство причем очень давно задолго до того как взяли там вылупились где-то на горах то мы видим этих анонейские царства они находятся под властью египта переписка с фараоном их на тоном сохранилась в теле-мармском архиве жалобы пишут кляузы и так далее то есть принципе царство точно все были а вот то есть углы израиль возможно моторим еще не было царства никакого и поэтому из на вероятно вот так вот такого рода они и читают красивые или красивые притчи сочиняют подобно например как они сочинили притчу правиловского башни они издеваются на централизации тоже собрались одну мысль думаю там одну башню строят ха-ха-ха да такое отношение более дикого и более свободного народа к более организованным царствам так что это вполне может быть оригинальный текст наш и так говорит он в а то есть теперь мбм от увы томим оси тем интересно да поистине и по правде вы поступили в этом лиху это венах вы им това оси тем им еруба аль вы им бэй то вы им кигмуль ядов ядов оси темло и хорошо ли вы поступили с и рвамом с его домом согласно благодеянием его поступили вы а ширнил хам ави алейхэ вот здесь как быть у вас они соединяются на что мой отец за вас воевал моя шлэх это нашел не награде подождите подождите мы подвисли на несколько секунд вот эту сначала вот эту он говорит а ширнил хам ави алейхэ что мой отец за вас сражался вышла хоть на вшо не негид и свою душу ну послал свою душу то есть он бросил свою душу не негид против моя цель это не яд медья и спас вас от руки медиан медианской тоже интересно да во время той войны мы ничего не слышали или вообще мы не видели чтобы шхем каким этого за медиан против медиан воевал на стороне медиана ну это вот здесь непонятно возможно что это некоторым более поздняя вставка которая собирает два сюжета вместе в атм камтем аль бэй тави гайома вы восстали сегодня против думаю отца ватахаргу эдбанав шив им иш аль эгэнахат и убили его сыновей 70 человек на одном камне ватамлиху эд авимэлах бэн амато бэн амато то есть дочь сын сын и сын его рабыни аль баалей шхем над господами шхем и ахихом потому что ваш брат он ты суд какая-то происходит политическая игра и он им сообщается издалека с горы что не хорошо они поступили хорошо им не будет он даже предсказал что будет потом вот и так он говорит в мбм от у витамин оси там им и руба если вы по-настоящему хорошо поступили с ирубалем в мб итога йом хозы что они конечно что конечно не тогда симху радуйтесь вами украина лохи в измах гаму бахов и он тоже у вас возрадуется вы им айн а если нет что является реальностью на tc и шми обе малых выйдет огонь из-за милых а в эту халь от болей шхем вид бэйт мило втс предсказывает что между ними будет враждан который их уничтожит вот хочу сказать что это одна из самых сильных притч который вообще рассказывается освещено писание имеет очень серьезное отношение вообще к политики мировой до сегодняшнего дня такое красивая да вот эта картина он стоит на горе с может быть самые священные все времена горы когда это писалось и произносится такой обличительный текст относится на с другой стороны философский текст о неправильности государства моя нас все там в евро хвоелых бр и он убегает в бр тоже было бы интересно где находился далеко например или нет почему потому что сейчас вы это увидите бояшев шам метны а венела хахи и он там сидел от брата своего а венела то есть иначе говоря бр бр не находился во власти и когда здесь говорится что овеновых царство над израилем вероятно он царством пятью километрами вокруг чем при 10 а бр находился на одиннадцатом и там уже можно было от него скрываться на что-то в этом роде здесь заканчивается абзац как вы видите ты заканчивается этот сюжет можно пока мы не ушли в принципе же ну как бы что такое государство тогда же это были города государства да это неважно неважно считается например что первая империя в истории человечества это была империя этого самого саргона великого саргона аккадского его империя она была небольшой это был он просто несколько городов объединила до этого царь сидел как в одном городе это было но речь идет речь как бы не речь а тема царство она связана с андриды гораздо лучше описано в книге шмуэля где говорится что царь заберет ваших юношей себя в солдата ваших девушек себя в гарем и будет с вас брать налоги то есть иначе говоря это есть вообще за а неважно он царствует над горным шхемом и окрестностями или он царствует над римом и и всем среди земноморья все равно это как бы означает что люди добровольно передают центральной власти центральную центральной власти власть над собой они перед обращают они для того чтобы не передраться друг с другом или для того чтобы успешно воевать своими врагами отказываются от своей природной свободы и передают право на насилие тому кто кого они ставят выше себя это понятно немножко другое тут меня волнует если нету вообще никакой структуры да никакой организационной структуры общество которое живет в городе или там каком-то поселке сразу должна быть голова какая-то да все равно же должен быть кто-то как 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 евреи могли тогда как бы обходиться без главной фигуры смогли вот самое интересное что отлично могу вот это интересно как я думаю что у нас очень сильное элемент внушения которые мы сами себе внушаем что иначе невозможно и только этим мы оправдываем почему мы живем таких морально нечеловеческих условиях что сила должна обязательно быть над но в общем-то еврейские общины хороший пример того что это не так скан так не обязательно так и не только так еврейских этих самых местечках евреи имели раввина уровень был специалистом по религии он не был тем самым он не был королем этого местечка или до его там мэром даже он конечно а у него могут быть авторитет морально были так же всякие коба и всякие там богатые люди которые поддерживают финансово всякие пар нас и те которые которые были денежки от которых много еще зависело но они опять же редко был один там была ситуация некоторого и при флуктуации власти не власть договор утверждается также что периодически в истории человечества на самых разных этапах там возникали общество или города или где которые которые управлялись сходом или управлять какими-то советы да на территория индии было очень такое государство из на севере индии по мне то ли 20 или через 10 тысяч лет назад и там при раскопах нашли что нету ни одного дома крупнее других ни одного места как кого-то особенного пришли к выводу что это был демократия то есть ход как вы говорите какой-то совет возможно и новгороди скажем скажем в донских степях нашли в довольно таки древние очень древние иначе такие даже непонятно города это или деревня очень огромную это же их структура показывала что люди объединялись с такими несколькими домами видимо в этих домах там выбиралось какое-то лицо которое ходило а в середине города был огромный выпуск то есть дома образовывали такое большое кольцо но это было очень большое кольцо очень много домов это фактически реально был большой большой город по тем временам очень большой но посередине был выпуск и на это и в этом выпуске начаться они скорее всего собирались и решали свои проблемы то есть там кому были там хозяйства эти хозяйства каким-то образом приходили между собой к решению как они хотят и посылали своего человека в общем общий совет то есть иначе город есть несколько примеров и были такие примеры и у североамериканских индейцев когда либо никакой власти вообще не было а было было только сплошная но абсолютная демократия как в афинах да то есть все граждане понятно все граждане это кроме женщин кроме рабов и кроме детей но тем не менее это все равно очень много гораздо больше чем у нас мы говорим что все общее избирательное право но сегодняшнее избирательное право это послать своего политика который путь потом значит нас обворовывать врать и так далее в афинах там реально люди все-все-все граждане афин небольшой год участвовали в управлении понятно что опять же там все было не реально там были демагоги которые за собой водили толпу и тогда там все было но тем не менее гораздо лучше чем у нас по крайней мере система систему прямого прямой демократии не система или пире как как-то называется ночью должностной демократии это прямая демократия да все вот а были например также и общество в которых там вождь или царь существовал но у него не было никакой власти вообще никакой то есть это описывается описывают эти самые первые основном это были монахи грамотные люди которые приходили в америку они описывали ту самую написали большие книги на тему о том какова была структура индейских обществ и в некоторых случаях видно что вождь не имеет никакой власти вообще то есть для того чтобы убедить людей делать чтобы то ни было он должен быть великим оратором то есть он он должен своим примером там описываются каким образом они достигали популярности то есть он вождь он наследственный вождь но его никто не может не слушать никто не обязан то что происходит периодически здесь в танахе где мы это пока что еще не видели может еще увидим когда вдруг израильтяне говорят паша транс своим израиль не просто расходится возможности их собрать обратно то что не хотят быть под ними все они уходят вот эти индейцы также себя вели были там значит общество в которых там центральная власть должна была беспрерывно задавать мощные пиры демонстрировать там создавать создавалась какая-то структура как бы таких рыцарьских отношений где может быть настолько богат чтобы все время всех угощать задаривать но сама по себе идея что индейец является рабом своего вождя а вообще не было на самом континенте или например там есть такие общества вернее были где в том городе в том городе или в той деревне где находится царь это скорее уже ближе к южной не ближе не южная америка центральная мексика там где находится царь его слово абсолютно он может убить кого угодно словом он говорит сразу его убивают все должны ему подчиняться на и присвоить только в его деревне то есть он такая символическая фигура власть а если например человек не хочет ему подчиняться просто уходит из этой деревне посередине где его власти вообще никакой нет то есть власть она как бы на протяжении развития наших обществ она все очень очень по-разному пробовала были общества которые например собирались для священ для священодействия на несколько месяцев в году и занимались стал вот тировали и в это время у них там выбирались какие-то властители а потом они все отправлялись охотиться каждый в своем направлении там небольшими группами никаких там у них царей уже больше не мутисты начиная зачастую власть носила характер сакральный что собственно говоря мы и здесь видим что царь становится сакральной фигурой вызывайте были наверное наверное у хананеев тоже вот то есть всегда считалось что власть парад власть там необходимость там как-то распределять вместе заработанную огромное количество пшеницы или там организовывать какие-то сложные работы там появилась власть централизованной религии это было мнение девятнадцатого и первых половин двадцатого века и в общем-то она дожила отлично до начала двадцать первого века сегодня уже никто не верит потому что было раскопано большое количество объектов 9 10 11 тысячелетия до нашей эры когда еще не было совсем никакого государства и не было еще земледелия а уже были храмы из люди почему-то где-то собираются строить там храм который для них че почему-то страшно важно при этом у них нет никаких этих излишек пшеницы или чем такого в этом роде из появления власти это очень сложная психологическое скорее а не экономического ну в советском союзе было было марксизма во всем остальном мире марксизм очень сильно повлиял но собственно говоря не только марксизм вообще материализм был вот такой вот точки зрения 19 века вот и они у всего искали экономических причин но собственно до сих пор так живем потому что другая другая попытка это социализм она потерпела жесточайший крах во всех отношениях в моральном поэтому начну продолжаем жить в этой концепции но но археология ее больше не подтверждает у нас есть еще у нас есть много всяких центризмов например мы конечно же мыслим ну понятно европа центрично там белоцентрично и так далее но мы том что том числе мы у нас почти нет сомнений в том что оседлая культура она богаче чем кочевая но кочевники так не думают и те которые исследуют кочевников они тоже так не думают это просто культура в которой ее артефакты не являются материальными они могут своего новичка носить не могут построить там большие храма красиво вот поэтому собственно говоря так кажется но у них есть свои дела и поэтому как бы тут возможно действительно древности когда-то происходило это вот противостояние или сотрудничество между хана не ими и израильцанами у них могли быть несколько разные взгляды на да но проблема в том что наши книга которым еще читаю она уже написана тогда когда у израильцан тоже было царство поэтому они не могли как бы построить гармоничное произведение которое бы выражало точки зрения их под их предков но судя потому что здесь происходит их предки они были против того чтобы царя или чтобы иметь царь они скорее хотели жить небольшими общинами в которых сход решает что нам что делать и ну как бы логика всех этих книг этой книге и следующей книги по самому шмуэля что что царство было неизбежно потому что иначе они не могли защищаться от более сильных противников насколько это при этом но при этом здесь как бы еще и показано каким ужасом и жестокостью сопровождается воцарение человека это никогда никогда не было ни для кого секретом просто но сами государства где царство уже воцарилась об этом не говорится да если государство всегда существует любое государство вообще любое общество существует на на базе умолчание на допустим во времена брежнева там это было же анекдотическое такое умолчание но никто же допустим даже и не верит там советского у нас время говорит про то что как он сильно верит но в общем и общество любое общество стоит на некотором наборе умолчание еще о которых не говорят там американский обыватель он как будто не в курсе того как начиная там с вьетнама на самом деле скорее и так далее американцы беспрерывно уничтожают культуры во всем мире при этом сами о себе они говорят как и спаситель всего мира и о плоти демократии и самое смешное что им очень многие верят например бог более-менее вся вся бывшая советская интеллигенция несмотря на то что все на вся информация перед нами открыта продолжает верить то что америка это демократии и со мне хорошо она плохого иначе говоря огромные огромные умолчания нужны для того чтобы система продолжала быть стабильный когда существуют маленькие общины то там не нужны умолчания там они потому что маленькая община или может она даже может большая но такая такая волшебно-демократическая община она существует не за счет того что все верят в то что царь-батюшка хороший тебя а за счет того что они сами решают свои проблемы то есть нет передавили передоверяния решений кому-то кого теперь нужно ну любить превозносить и не замечать что он тоже в туалет ход да и всякие или что он там очень плохо себя ведет что он не способен власти лишь все что угодно это все приносится в жертву правда приносится в жертву вот насколько там как это было поскольку у нас нет ни одного такого государства которое бы существовало ни одного реального общества то есть понятно что в наших обществах есть такие какие-то организации которые могут существовать на демократических началах вот например все попытки российские после уничтожения царского дома создать у себя демократии очень интересно что происходило после смерти сталина его же там же возникла как бы группа людей которые пришли к власти там был был совет но было сразу понятно они не могли остаться советом не могли остаться даже на таком маленьком уровне демократии там была очень быстро произошла борьба за власть из которой неожиданно победил там не маленков ниберия который был всесильный потом маленьком который был сильный а еще в который нужном случае как бы психологическое устройство этих людей таково что они не могли себе представить ничего другого они не могли представить что они могут договориться между собой и продолжать продуктивно работать как работал средние века например там любой городской совет в любой там франции англии понятно что меня сейчас убьют да меня сейчас ставят этот самый ножик в спинку это все это понятно и поэтому я должен скрыть его всех сам убедить либо отдаться победителю другого не дано поэтому пути вот такая ситуация а вот бывали бывали общины в которых у людей было ощущение что они сами могут заниматься и вот эти самые этнографы которые занимались американцами они утверждают что эти самые американскими индейцами настоящие американцы что они тратили бесконечно долгое время на обсуждение этих вещей они просто не не торопились они никогда не завершали как бы что мы должны сейчас решить если если все не пришли к какому-то решению то мы продолжаем продолжаем обсуждать это могут цены с месяцами это с наш точкой зрения фантастика в плане ответственности людей за свои собственные жизни они решают для себя как они будут себя вести как они будут жить что они будут делать и они готовы не торопясь это решать пока не решать ну да конечно было бы очень круто если бы мы имели вот какую-то немножко более правдивую книгу но задачи наши книги они совершенно другие и мы вот эти вот элементы жизни древней мы в ней видим ну просто потому что они находились в предыдущих текстах которые потом были использованы но задача конечно немножко другая и задача этих редакторов или этих писателей она создать идеологию в общем как бы с одной стороны то есть похоже что когда они пишут они все еще сомневаются в этой монархической своей идеологии какая-то часть из них подписывает там вот можно можно сказать так что возможно эти тексты писались ну как мы не можем сказать что не писались раньше чем царство возникло потому что когда царство еще не возникло еще не было письменности иудеи то есть извлите они ничего не писали пока не волосы поэтому понятно что эти тексты писались уже когда когда были цари и когда на читании соответственно была уже монархической идеологии но почему же тогда до нас доходят эти вот это это притча и отказ гидрона от царства почему значит когда это был какой-то другой текст это текст прозаические скорее всего написано живым на письменности но может была какая-то песня которая описывала и как-то по-другому описывала или же во времена монархии продолжал продолжала быть оппозиция монархии и вот такого рода тексты могли сочиняться оппозиционерами монархии ну да это по крайней мере сейчас не видно чтобы кто-то из нас попытаться ответить на этот вопрос то есть как знаете что всегда все эти самые археологи мечтают откопать что-то такое великое и археологи они мечтают откопать что-нибудь в районе города давида что покажешь на самом деле это был большой город и там там мог сидеть великий царь на ноге лининг крылся одним своим другом археологом и блинешь на что ты рассчитываешь он говорит я рассчитана то что мы еще не раскопали что все мы раскопали показывает что это была избушка на курить ножках вот это же самое конечно значит если что может статься что какой-то момент будет откопан какой-нибудь архив текстов где мы увидим другое освещение древнести вполне может быть пока не табличках вполне они же писали на табличках да вопрос куда эти таблички девались интересно интересно очень интересно то есть по крайней мере хана нее почему сохранился архив канонейский архив в этом городе потому что они писали на табличках писали ли израильтянина табличках или они писали на папирусах я не знаю потому что там между речи и понятно почему все нашли потому что там эти библиотеки эти огромные табличек а тут вот на чем писали вот чем вопрос но это это технический вопрос больше гораздо интересно что эти вечные вопросы и тогда тоже ставили перед собой люди это тоже потрясающе конечно ну мы вообще видим видим историю примерно вот как бы библия и немножечко за до нее а раньше только библия была всей нашей древности но реально реально сегодняшняя археология рассматривает культуры там 9 10 12 и так далее тысячелетия ищелетия не столетия тысячелетия и станок начинается с 12 столетия все было гораздо раньше все все было это не то чтобы это было что-то новое только что родившись ну конечно у нас гельгаммеш вот какому времени принадлежит я забыла гельгаммеш который мы знаем те те списки которые пришли они примерно сверстник сверстники священного писания то 8 7 века наше но но и каким образом эти легенды постепенно сформировались рисовались тот текст который до нас дошел трудно сказать то есть понятно что он гораздо древнее но он все время менялся какие-то вещи дописывались это видно нет я просто потому что как бы тоже показывает нам какая глубина мысли было и такие вопросы ставили люди перед собою абсолютно ничем не уступает нашим великим мыслителем да конечно когда читаешь некоторые некоторые текст сохранившиеся от шумерокарской культуры скепсис и юмор и от и атеизм у них уже все было они они весь этот цикл уже прошли просто потом европейская культура на как бы начало не то чтобы с нуля но не знаю там тоже вот этот момент который очень важный что нам не хотят рассказывать правду вот история исхода из египции этот способ не рассказать нам откуда мы на самом деле делись но что сейчас считаем это способ не рассказать нам о том особенно книга и нашу о том что реально произошло в хана хана они когда из лица не там вылупились иначе говоря и это происходит у всех народов мира иначе говоря когда люди отвергли свое прошлое почему они его почему они отвергли свое огромное прошлое то что не было письменность это ничего не значит люди передавали из уст на предание из течение многих многих тысячелетий могли передавать одни на этом вот этот вопрос почему люди какой-то от обнуляли свои культуры я думаю потому что культура старела и приходила в упадок и они начали пытались начать сначала они не верили в то что было вот это тоже потрясающе интересно что-то по сей день и люди переписывают свою историю и мы видим вот этот пример вот здесь вот и значит до этого тоже так было вот это вот потребность переписать свою историю это просто собственно видимо всем народом я с вами на этом прощаюсь жалко да ладно спасибо волос до свидания кстати я на следующей неделе скорее всего у нас пропуск потому что я в отпуске я уезжаю в грузию ой в грузию хорошо хорошо отдохнуть хорошо значит пропуск а потом а потом у нас праздники а потом опять нормально да все мне я приезжаю уже после праздников ну то есть после праздника возвращаемся к обычной жизни да да спишемся тогда одного раза не будет не будет одного раза да хорошо но тогда хорошей поездки вам спасибо отдохнуть и всех с праздник на самом деле марка тематова пока